В Ульяновске встретились руководители российских ТОСов, чтобы обменяться опытом, обсудить актуальные проблемы развития организации и поделиться планом. Первое территориальное самоуправление появилось в нашем городе 11 лет назад, и количество ТОСов постоянно растет. Сегодня в регионе их более 400. Они взяли на себя уже много функций – благоустройство, досуг детей, установка спортивных площадок, помощь пожилым людям. И так работают ТОСы во многих регионах страны. Но иногда бывает, что им нужна даже психологическая, моральная поддержка. И вот у нас была такая ситуация интересная, мы с радостью поставили человека на доставку продуктовой помощи, именно что человеку будут два раза в месяц привозить два пакета с хорошими продуктами, там и овощи, и фрукты. А она таким тоненьким голосом говорит, что на могилку бы съездить, понимаете? Помощь пожилым людям – основная тема межрегиональной конференции ТОСов. Как помочь пенсионерам, узнать, в чем они нуждаются, обеспечить им комфорт – главная задача для организаторов. Сейчас мы запустили несколько проектов. Один из проектов – это портал «Возраст онлайн», где мы публикуем сведения о здоровье, связанные с возрастом, о том, как вести здоровый образ жизни. И второй проект, мы его назвали «Дорогие мои старики», проект против стереотипов возрастных, то, что называется эйджизмом, или жестокое пренебрежительное отношение к пожилым людям. Поэтому для нас очень важно участвовать в таких мероприятиях, как проводится сегодня, с ТОСами. ТОСы в Ульяновской области активно включились в это направление уже давно. Первые ТОСы стали посетчиками стальных услуг, то есть они начали оказывать как раз квалифицированную помощь населению уже пару лет назад. В настоящее время больше 20 ТОСов уже вошли в реестр от очков. В России такого нет нигде. Многие пугают, что такое же социальные услуги. Это все, что и так ТОСы все занимаются. Это те же чаепития, это, допустим, также спиднавская ходьба, занятия спортом, профилактические мероприятия. Социальная работа ТОСов уже нашла отклик у жителей этих территорий. На встрече решено использовать и укреплять опыт соседей, развивать свои планы и привлекать больше людей в общественное дело.